Всем привет, меня давно не было. Ну вот, я вернулась, и мы с вами будем кастомить. Такие вот штаны, купила их за 1000 рублей, они немножко порванные. У меня план со штанами следующий. Я хочу губкой сделать что-то типа сердец черным, потому что мои штаны серые. И дальше уже поверх нарисовать, короче, кучу вот таких вот пацанов. Она наивно полагала, что у нее есть планы, она будет его придерживаться. Пофиг, поехали. Я постелила фанеру, чтобы было место, где рисовать. Да, Лирика, ты чё? Лирике не нравится, фанера, короче. Лирика! Собаку держит нормально, удобно. Лирика, я бы на самом месте туда не вставала. И теперь нам останется просто вот так вот сердечки. Подобавляйте здесь везде. И будет красиво, по идее. Жизнь без стола, она такая, типа тяжелая. Я вообще придержусь мнения, что рисовать может каждый, даже если вы не умеете. Вот, допустим. Что требуется сейчас? Просто приложить сердечко. Я забыла губку. Просто взять губку, взять черную краску вот тут. Это не украденная корзинка, если что, не думайте. И вот так. И будет сердечко, короче, такое. Тут серое, а вокруг черное. Ну, вы поняли. Это самая обычновенная самоклеющаяся бумага, но вы можете взять скотч. Я хочу, допустим, на коленке. Я приклеиваю. Я вообще толком не понимаю, что мне делать, но типа вот так. Теперь момент истины. Вот. Продолжаем делать все штаны. Пока что получается вот так. Это уже можно считать кастомом, но... Она будет кастомить еще очень долго. Но для вас это будет секундой. Знаете, я тоже сделала. И вот этого одного сердечка самоклеющейся бумаги мне хватило, чтобы закастомить штаны полностью. По факту это какой-то сейчас кастом для ленивых. Просто трафарет приложил, потыкал и все получилось. Может быть плохо, но кто сказал, что это конец? Вообще, мне и так нравится. Не до конца хорошее, но что там. Хочу нарисовать вот таких вот челиков здесь. Я почему-то уверена, что рисовать челиков будет очень сложно. Сложнее, чем сложно. Еще план такой, то что верх штанов я не буду ничего там рисовать, потому что обычно у меня худи закрывает верх. План провалиться. Так, я вырезала трафарет. Сейчас краской заполню. А дальше буду уже отсюда срисовывать вот сюда. Самое отстойное в кастоме это ждать. Но пока краска столкнет, я могу пойти поиграть в Genshin Impact. Вы 100% уже тысячу раз слышали об этой игре, но я расскажу вам еще раз. Genshin Impact это включенческая игра с открытым миром, доступная на PlayStation 4, 5, iOS, Android и ПК. Лучшая мобильная игра 2021 года. Игроки начинают свое путешествие в мире Тайват. В нем есть 7 уникальных регионов, которые игроки могут исследовать. Знакомясь с игрой, вы можете делать все, лазать, плавать и даже планировать по этому прекрасному миру. Прикольно, что в этой игре все драки завязаны на разных стихиях. Ты можешь поджечь траву, использовав пиры, и дальше, используя в силу воздуха Амена, вызвать вихрь огня. В игре присутствует множество уникальных и милых персонажей, которые будут появляться на протяжении всего вашего путешествия. Также отдельного внимания заслуживает музыка. Она поможет полностью окунуться в игру и прям погрузиться в это все с головой. Сейчас в игре появился новый персонаж, Камисата Аято, любитель bubble tea. Он наблюдательный, довольно хитрый, с красивыми голубыми волосами и милой улыбкой. По его праздничному виду даже не скажут, что он мастерски владеет мечом, но поверьте, Камисата Аято может вас удивить. Также в молитвах вернулись такие персонажи, как Камисата Аяко и Венти. Венти вообще душка просто. Это невысокий стройный юноша с белой кожей и биржовыми глазами. Его темно-синие, почти черные волосы коротко пострижены, а одет он в светло-зеленые шорты, белые чулки и белую рубашку с зеленым плащом, похожим на крылья. Вообще в игре невероятное количество очень трогательных и интересных сюжетных линий разных персонажей. Таким, что за некоторых ты радуешься, а за некоторых плакать прям хочется. Ну, буран эмоций прям проникаешься. Появилась новая область разлома. Выглядит очень круто. Там есть подземелье и новая сюжетная линия близнецов, реквенбулки глубин. Где вы сможете снова встретиться с Дэнслейфом, чтобы исследовать древние руины в темных глубинах разлома. И куча новых событий, где можно заниматься творчеством. Например, лунная поэзия. А в событии мир за рамками холста вам надо будет путешествовать по миру, делать красивые фотографии и пейзажи и помогать иллюстратору набраться вдохновения. В общем, в игре множество разных приколов, которые лучше видеть своими глазами. А специально для моих подписчиков есть вот такой вот промокод на 60 камней и 100 и 5 опыта искателей приключений. Так что переходим по ссылочке в описании, скачиваем игру и наслаждаемся прекрасным геймплеем и музыкой. А я поеду дальше кастомить на... Куда поеду-то? Пойду. Вообще, я искренне думала, что кастом этого ангелочка это самое сложное, что ждет меня в жизни, но нет. Я же... Я просто не знала, что ждет меня дальше. Вот это вот мы имеем с вот этой вот картинки. По-моему, получилось красиво. Что делать дальше на остальных шестернах? Вообще понятия нет никакого. Ну, этот чел выглядит как-то, как будто не хватает ему кореша какого-нибудь на второй ноге. Даже не знаю, что и делать. Купите мерч, кстати. Ссылочка в описании. Надо, да, что-то придумать. Идея минимум. Скалопендра может съесть любое существо, не превышающее ее габаритами, так что охотно. Точно! Угадайте с трех раз, кого она решила нарисовать. Я уже покрыла часть штанов. В планах у меня нарисовать большую розовую скалопендру. Сейчас смотришь своими глазками пищуличными. Я не думаю, что надо объяснять, зачем я делаю эту белую подложку. Поверх будет розовый, ярче, если нарисовать сначала белым. Если кому надо, вот краски, которыми я крашу, и маркеры. Продолжаем. Я не знаю, почему скалопендра, типа, мне показалось прикольным. Розовая скалопендра, таких не существует в природе, но на моих штанах она будет. И как бы, смотря на этот кастом, я понимаю, что сердечки, которые я рисовала вначале, они все больше уходят на второй план. Я хочу сказать, что вот эти ножки дебильные рисовать очень долго. Лучше бы я как-то поменьше вот этих штучек делала, потому что из каждой должны торчать ножки, и это неприятно долго рисовать. Ну, не то чтобы неприятно, просто долго. Почему в кадр всегда попадает светоисточник случайно? У меня вот реально вопросы к нему. Он что, маг, волшебник 90-го уровня, чернокнижник? Случилась беда, у меня кончился фломастер, и теперь приходится кисточкой рисовать. Как оказалось, фломастер не дает такую супернасыщенность, и мне все равно пришлось рисовать поверх кисточкой. Мне просто осталось совсем немного, ну, как бы, не хочется ждать еще один день. Совсем немного. Страны пока что такие, надо еще розовую эту штуку закрасить, да и вообще дорисовать. Вот то, что я рисовала фломастером, и вот кисточкой. Вставьте на задний план звуки блевотина, пожалуйста, Маш. Типа, это реально ужасно. По сравнению с этим, это реально просто плохо. 900 рублей такой маркер стоит, представьте. Рисуем дальше. Прощпился еще. Да и губа что-то сохнет. Посмотрите на эту губу. Что он постоянно делает в кадре? Что с губой? Почему она сохнет? Сейчас все нормально. Продолжаем. Пока я вырисовывала отдельную ножку, каждую ножку, очень важно прорисовать все детали, этой гребаной скалопендры, я думала о том, что это все, что я сделаю, но нет. Я так хочу, чтобы во мне родился какой-нибудь минималист. Я бы очень хотела просто остановиться на сердечках и все. Я, короче, уронила кисточку сраную на штаны. Смотрите, какой путь пройден почти. И вот это, блин. Обидно ли? Ну да. У меня воскачал прыщ на лбу. И вес умок стал не таким, какой я хотела. Я рисую слишком долго, чтобы расстраиваться из этого говна, поэтому я не расстраиваюсь. Главное, что у меня есть лирика. Я на самом деле так заебалась здесь. Вы даже не представляете. Я нахожусь на финишной прямой. Все, уже почти все. Лирика. Лирика устала больше, чем я. Я дорисую и примерю джинсы, но мне кажется, на этом все не закончится. Я вообще не минималист, как вы поняли. Мне типа мало вот этого. Это смотрится плохо. Надо что-то тут дорисовать. Лирика. И на второе штане мне что-нибудь сделать, потому что этот один ангел смотрится как-то грустно. В общем, у меня пришла мысль нарисовать снизу штанов что-то похожее. Казалось бы, а что сложного тут? Как тут можно накосячить? Я смогла. У меня вообще много навыков. Я поняла, что у меня руки из жопы растут, вот пока я это делала. Белым очень сложно рисовать, особенно на шве. Ну вот что это дерьмище вообще просто. Маша, руки из жопы. Всем привет, очень приятно познакомиться. Даже если у вас есть проблемы, можно сделать честно, что их нет. Это все можно исправить черным. Будет смотреться так, как будто так надо. Короче, мне надоело постоянно вырисовывать что-то. Я решила распечатать на принтере, вырезать по контуру и губкой. Подолбить. Вообще кайф, по краскам пас какой-то. Ну то есть как мы сердечки вначале делали, я типа просто вырежу черное, положу вот так и... В момент истины снимаю. Эта дурацкая самоклеющаяся бумага почему-то промокла под краской, хотя вначале с сердечком этой же бумаги все было нормально. И мне пришлось отдирать ее. Это было еще хуже, чем просто нарисовать. Просто нарисовать было куда проще. Больше я к этому способу не прибегала. Хотя, как будто лайфхак. Может быть, нужно было картон брать, а не бумагу тонкую. Что логично. Хочу вас уведомить, что вот пока я это рисовала, я также не знала, что будет дальше. Очень круто действовать без плана совсем. Просто раньше, когда я что-то рисовала, у меня был план. Вот он. Я делала в фотошопе. Большой план. И получалось все точно так же. Кастом этой кофты я скину в свой телеграм-канал так, что подписывайтесь. Маши 98 метров от вас. В общем, я хочу нарисовать скалопендру и занимай голову. Вот такую. Возможно, получится, конечно, не точно так же. Вообще не точно так же. Но попробовать стоит. Блин. Окей, гугл, что делать, если ты все испортил? Что это за говнище? Просто говнище. Какой ужас, как можно так плохо рисовать? Говно. Но спасает в этой ситуации только то, что эта уродина находится между ног, и ее никто никогда не увидит. Все. Не знаю, напишите в конце, вот, я все лица нарисую, напишите, какое лицо ваше любимое, какое вам больше понравилось. Было бы приятно узнать. Хотела, значит, аватара нарисовать. Получился кто-то мертвый. Все бывает. Какие-то детские рисунки ужасно выглядящие. Мне не нравится. Я могу лучше, наверное, возможно. Давайте теперь нарисуем что-нибудь из головы. И так хорошо со мною виртуальный мир. Руки, ты, 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 ты. А вот в разах жили-были. От нее секретов нет. Мы сбавляемся от пыли. Чел из головы получился нормальный. Дальше бабка. Это бабка. И только попробуйте сказать, что это не бабка, потому что это бабка. Точно бабка. Кто это, если не бабка? У меня все как бы неплохо, но у меня один вопрос к себе. Зачем рисовать сначала волосы, а потом понимать, что нужно было нарисовать сначала лицом, типа закрасть? Мозг из курицы. Но это не ошибка, конечно. Но все-таки ошибка. Но плюс хотя бы в том, что это акрил, и мне ничего не будет за это. Напишите в комментарии, какое это аниме, и как я испортила персонажа и плохо его нарисовала. Пожалуйста, очень жду. Кто гадает персонажей за аниме, тому лайк поставлю. Блин, оцените, как хорошо я стала рисовать. Просто с чего я начинала, куда это пришло, дальше лучше. Последнее лицо должно быть самым красивым. Не получилось. Но главное же не сдаваться, верить в свои силы и дальше рисовать. Вот это, например, просто был фейл фейлов. Как бы мне не хотелось нарисовать его красиво, я обосралась. А сейчас я вам покажу чудеса ракурса. Смотрите, все круто, да? Все вообще классно. Что это? Надо отсюда смотреть просто. Что это? Гениально. Почему остальные картинки вот получилось нарисовать правильно, а вот эту почему-то нет? Где мозг был? Куда-то вышел, наверное. Мои окна вечно пялятся, эти голуби дроны. Я прикрою, словно веком это чертова окна. Здесь только бегает ко душе, все остальное просто огонь. Всем привет! Это шоу «Кто первый обосрется?» И вот его победитель. 16 лет. Реальный пацан. Я хотела нарисовать вот это. Получилось говнище полное. Извините, пожалуйста. В любом случае, это штаны. Прямо каждая картинка не обязана нравиться. Но все равно неприятно, по-моему. У меня официально кончились идеи. Дальше буду придумывать лица из головы. Я уже просто устала. То, что у меня не получается ничего из того, что я планирую. А то, что в голове не получится некрасиво, можно сказать, что так и задумано. Да? Я не уверена, что эти лица прям придумала я сама. Скорее всего, я где-то увидела и как-то интерпретировала по-своему. Не присваиваю себе авторство. Ну, прикольно вроде. Нормально. Вроде неплохо. Хорошо, что мы не знаем, как должно было быть. И в целом это кажется более-менее классным. Нет? Говно? Ну и что? Мы с вами на финишной прямой. Осталось совершенно немного. Я эти штаны кастмила слишком долго. Я уже устала. Я уже жду, когда это все закончится. И у меня будут классные штаны. Все! Я закончила! Мама, спасибо, что родила меня. Я думала, это не кончится никогда. Это длилось так долго. Камон! Камон! Оно того стоило. Оно... Оно... Это лучшая моя работа сейчас в мире. Это... Это было так долго. Я просто... Господи боже. Это наконец-то закончилось. Я наконец-то могу пойти помыться. Но это очень долгие штаны. Это просто штаны века. Это я их... Я их буду носить, не снимая. Я очень устала. Еще я сделала кое-что для тех, кто не умеет рисовать в конце видео. Для самых этих людей, которые досмотрели. Вообще можно рисовать все, что угодно. Давайте я вам покажу на iPad. Сердечки, глаза, причем разного вида. Огонь, колючую проволоку, смайлики. У меня даже штаны и кофты со смайликами из-за кастомбина. И куча всего другого. Это только малая часть того, что можно нарисовать. Гетки, куча вариантов звездочек, готические буквы. Круто, мне сейчас нравится. Вот этот файл я оставлю вам в описании, если вам надо. Точнее, он будет в моем телеграм-канале, кстати. Подписывайтесь, потому что, возможно, YouTube нас разлучит. Когда-нибудь он его тоже забанит. Так же, как и социальные сети, которые нельзя называть. В телеграм-канале будет больше инфы. И, типа, туда, скорее всего, я буду дальше укладывать кастомы. Subscribe, please. Давайте не будем теряться, потому что вдруг что? Телеграм-канал. На этом все. Всем спасибо. Если понравилось, ставьте лайки. Если нет, то всему миру не угодишь. Пишите в комментариях, какой из персонажей вам больше всего понравился. Как вам штаны в целом испортило? Нет? Что, дум? Я пойду мыться. Я пошла. Я уже ухожу. Все, всем спасибо. Пока.